Но об этом по ходу трансляции мы поговорим. Нам показывают основную претендентку на победу, олимпийскую чемпионку Нуркан Таиланд. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это ее первый международный старт. К сожалению, российских участниц в этой весовой категории нет. Наши девушки стартуют с весовой категории до 58 килограммов. И дальше практически в каждой весовой категории будут наши спортсменки. Об этом я расскажу чуть позже. Сейчас посмотрим первый выход на помост спортсменки. Субтитры делал DimaTorzok Держи, 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 стой, стой. Фиксирует этот вес Юлия Осенок и 63 килограммовые активы. Некоторое время назад закончились соревнования в группе B. Это более слабые участницы. И пока у нас лидер Дарья Пономарева. Из Украины 66 килограммов в руке. Ее результат. Ну, я думаю, еще несколько спортсменок выйдут. И этот показатель будет значительно выше. Ну, а кто же у нас основные претенденты на победу на призовые места сегодня? Конечно же, помимо олимпийской чемпионки Муркан Таиланд, это и двукратная чемпионка Европы Яна Дьяченко из Украины, а также чемпионка Европы 2012 года Маржена Карпинска из Польши. Чемпионка Европы 2013 года Дженни Катерина Паглиаро из Италии. Ну, пожалуй, и все. Остальные девушки пока-пока не имеют таких высоких результатов, чтобы бороться за медали чемпионата Европы. Но, возможно, какой-то сюрприз кто-то из участниц преподнесет. На ваших экранах спортсменка из Турции. И вторая спортсменка Хацер Дамирель, 23-летняя, бронзовый призер чемпионата Европы среди девушек до 23 лет. В 2013 году проходили эти соревнования. Хацер Дамирель показала там в рывке 64 килограмма. Ну, а сейчас мы видим 65. Сразу с личного рекорда начинает. Ну, что ж, по всей видимости, не так давно занимается она тяжелой атлетикой. Поэтому соревнования к соревнованию будет прибавлять. На ваших экранах замеряют длину намотки бинтов. Есть определенные регламенты, сколько можно бинтовать запястья, сколько можно бинтовать коленные суставы, какая должна быть ширина пояса. Все-все-все это прописано в правилах. И вот сейчас мы еле проверяли, все ли верно. Ну, по всей видимости, все правильно. Юлия Осенок. Второй подход. Юлия Осенок, 2-таймс, Европейский джинер чемпион. Кладнее вверх. Держи, держи. Стой. Справляется Юлия Осенок. И со второй попыткой 67 килограммов. И пока она выходит на первое место в рывке. Благоприятное впечатление производит соревновательный зал в Тель-Авиве. Ну, мы знаем, что в Израиле достаточно часто проводятся соревнования по тяжелой атлетике. В Израиле несколько раз проходили соревнования в городе Эйлад. Правда, среди юношей, юниоров. И вот впервые, впервые Израиль принимает соревнования уже такого высокого уровня. Чемпионат Европы среди мужчин и женщин. Очень яркий соревновательный зал, хорошо освещен. Пока еще не было никаких интервью спортсменов. То есть, по условиям, как размещены. Но я думаю, с этим все хорошо. Скаем. Турам. Вдет в лаври. Ребекка Коха из Латвии. 68 килограммов. Первый подход. Этой спортсменке всего лишь 15 лет. Самая молодая участница, я думаю, даже не только этой весовой категории, но и вообще всех соревнований по всем категориям. Чемпионка Европы среди девушек до 17 лет в 2013 году. Завевала Ребекка Коха. Хацер Дамирель из Турции. 68 килограммов. Второй подход. И держать. Молодец. Фиксирует. Хацер Дамирель. 68. И тем самым уже на 4 килограмма улучшает свой собственный рекорд. Ну, тем не менее, пока она вторая, Ребекка Коха из Латвии легче. Она на первом месте. Ждем, когда установят на штангу следующий вес. Пока у нас пауза, расскажу, какой же состав женской сборной России на этот чемпионат Европы. Наши девушки начнут выступать с весовой категории до 58 килограммов. И сразу две участницы от России выйдут на помост. Это бронзовый призер чемпионата мира Елена Шадрина и Мария Лубина. Это ее первые взрослые соревнования. В весе до 63 килограммов. На помост выйдет Тима Туриева, чемпионка мира 2013 года. Также в этой весовой категории пару ей составит молодая Надежда Ломова. Это ее также будет первый международный взрослый старт. В весе до 69 килограммов российских участниц не будет. В весовой категории до 75 килограммов. Оксана Карпуненко выйдет на помост. И весовой категории свыше 75 килограммов сразу две российских участницы выйдут. Это наша прославнейшая, самая титулованная, наверное, спортсменка-тяжелоатлетка в России. Рекордсменка мира, чемпионка мира, призер Олимпийских игр Татьяна Каширина и Юлия Коновалова. Вот такой состав сборной России. Видим мы, что из основных лидеров в женской команде это Каширина и Тима Туриева. Это из тех спортсменов, кто совсем недавно выступал на чемпионате мира и приехал оттуда с медалями. Ну, а остальные участницы будут доказывать, что они не зря попали в сборную Россию. Ребекка Коха из Латвии. Второй подход. 70 килограммов. Видимо, в левом углу экрана таймер. Осталось 13 секунд до начала подъема. Есть. Фиксирует Ребекка Коха 70 килограммов. И устанавливает свой личный рекорд. Третий выход на помост Юлии Осенок. Фиксирует Юлия Осенок. Вес 70 килограммов. Ну что ж, все три попытки успешные. Неплохо для дебюта на соревнованиях столь высокого уровня. Нау Хацер Демирель, Тюркей, Стердата. Анаис Миша, пожалуйста, приготовьте 71 килограммов. Хацер Демирель из Турции. Также третий подход, те же 70 килограммов. И опять-таки, в случае успеха, она очень сильно увеличит свое личное достижение. Нет, не получилось. У Демирель Хацер. И заканчивает она рывок на четвертой срочке по итогам и результатам 68 килограммов. Ну что ж, еще не выходили основные лидеры на помост. Ну я думаю, где-то когда 75 килограммов будет на штанге, начнут потихонечку появляться и Яна Дьяченко, и Нуркан Тайлан. Стефания Хуан, чемпионка Европы, далекого 2007 года. Ну а у нас спортсменка из Франции Мишель Анаис, 26-летняя. Четвертое место на чемпионате Европы 2013 года. 72 килограмма в рывке. Мишель Анаис подняла. И, кстати, 92 в толчке, что принесло ей в толчке бронзовую медаль. Ух, смотрите, как тяжело Мишель Анаис фиксирует. И это первый подход. Очень сложно бывает справиться с нервами в первой попытке. Потому что волнение обязательно нужно сделать зачетный подход, чтобы принести очки команде и себя почувствовать уверенней. Вот мы видели, что Мишель Анаис проявила характер и справилась. Стефания Хуан, второй выход на помост. Первые 70 килограммов успешно. На чемпионате мира в Польше была 15-й. Ну, а сейчас справляется с небольшим для себя весом. 85 килограммов в рывке. Стефани Хуан покорялись в далеком 2007 году. И в сумме с толчком 104 килограмма ей это все принесло золото чемпионата Европы. После этого был спад. Не знаю, чем он был связан. Возможно, травма. Видимо, сильно бинтует колени. Стефания Хуан. Ну, после этого не удавалось ей подняться на пьедестал почета. И результаты так значительно упали. На последнем чемпионате мира всего лишь 68 килограммов в рывке и 85 в толчке. Ну, а у нас третий выход на помост. Ребекки Коха из Латвии. Напоминаю, 15 лет этой спортсменке. И на чемпионате Европы среди девушек до 17 лет показала на врывке 67 килограммов. А на чемпионате Европы среди юниорок, где заняла третье место, показала 68. Сейчас 70 уже есть. И 72 попытка. Смотрите, успешная попытка. Осталось зафиксировать штангу. Спортсмен должен занять неподвижное положение. Хотя бы на секунду. И судьи. Зажигают три белых фонаря. Попытка засчитана. Да, ну что ж, такое своеобразное открытие этих соревнований. Не потерялась она на взрослом старте. Видимо, хорошее настроение. И пока Ребек Коха на первом месте. Остались подходы у Мишель Анаис и Стефани Хуан. И потом мы, я надеюсь, увидим самое-самое интересное. Выйдут у нас на помост 4 участницы, которые должны будут разыграть 3 медали. Мишель Анаис. Второй подход. Первый подход. Очень-очень тяжело дался Мишель Анаис. Нет, не получилось. Ну что ж, еще одна попытка есть у Мишеля Анаис, чтобы исправиться. Пока она вторая. Смотрим заявки для первого подхода. Дженни Катерина Баглиаро из Италии. 77 килограммов. А Яна Дьяченко, Маржена Карпинска и Нуркан Тайлан 78. Заявляют для своей первой попытки. Но это предварительные заявки. Возможно, кто-то из них в процессе еще поменяет. Поменяет заявочку. Стефани Хуан. Ну что ж, лучше, чем было на чемпионате мира 2013 года. Тогда 68, теперь 70. Но близко, очень близко было. Видели, мы немножко сыграл локоть. Я думаю, поэтому не стал Эстефани Хуан бороться со штангой, потому что это такая техническая ошибка, которую судьи не засчитывают. Мишеля Наис, 74 килограмма. Мишеля Наис, 74 килограмма. Ну что ж, чуть ближе, но все равно не удалось зафиксировать Мишеля Наис штангу над головой. Ну что ж, статисты у нас выступать закончили. И мы ждем выход спортсменок, которые будут бороться непосредственно за золото и за призовые места. Даже тяжеловато определить, кто имеет такое определенное преимущество. Первый на помост из четверки таких лидеров выйдет Дженни Катерина Паглиаро, 26-летняя итальянка, чемпионка Европы 2013 года. Тогда в рывке 82 килограмма покорились и в толчке 99, сумма 181 килограмм. Достаточно стабильная спортсменка, но чудес от нее каких-то ожидать не стоит. Выступает она давно, с 2002 года, уже 12 лет на международных соревнованиях. И интересный факт, сумму 180 килограммов она набрала аж в 2006 году, то есть 8 лет назад. И с тех пор постоянно на этом уровне держится, то есть плюс-минус несколько килограммов. Но вот вряд ли от нее можно ожидать какого-то прорыва в результатах. Яна Дьяченко, выход на помост, 24 года, в Алмании была третьей. Яна Дьяченко, который является двукратной чемпионкой Европы среди юниоров до 23 лет. Не спеши, не спеши, не спеши. Не спеши, слышим мы, как тренер подсказывает спортсменке. Ну что ж, есть 78 килограммов в активе Яны Дьяченко. Лучший результат Яны 81 килограмм. Ну вот у Яны, конечно, сильнее первое упражнение, рывок. В толчке, по крайней мере, пока больших результатов она не показывала. У нас Маржена Карпинска из Польши, чемпионка Европы 2012 года. Готовилась Маржена Карпинска выступать на Олимпийских играх в Лондоне, но, к сожалению, незадолго до соревнований получила травму и не смогла участвовать. Из последних результатов. Пятое место на чемпионате мира 2013 года. Фиксирует Маржена Карпинска. На чемпионате мира в рывке 78 килограммов Маржена показала. Сейчас с этого веса она стартует. На чемпионате мира в толчке результат Маржены Карпинска 97, но при этом две попытки оставшиеся она использовала на вес 103 килограмма и 104. То есть пыталась попасть в призы и, я помню, мы как совсем немного не хватило Маржены Карпинской. Поэтому, если сегодня в рывке соберет свои килограммы, не исключено, что за счет толчка сможет она побороться. Ну а у нас Нуркан Тайлан. Давненько мы не видели олимпийскую чемпионку из Турции на помосте. Шестикратная чемпионка Европы, чемпионка мира 2010 года. В 2011 году произошел такой инцидентик. Была поймана на допинге и грозила ей 4-летняя дисквалификация, которая затем была уменьшена до 2 лет. Ну и сейчас первый выход на помост. Нуркан Тайлан. Да, ну что ж, уверенно, уверенно Нуркан Тайлан справилась. Знаете, вот есть что-то в работе со штангой у опытных спортсменов и у спортсменов, которые привыкли побеждать. Вот Нуркан Тайлан, я думаю, одна из тех, кто привык побеждать. Она себя чувствует сегодня хозяином помоста, хозяйкой помоста. Ещё один лифтер Дженни Катарина Паглиаро, Италия Сегнатэн. Дженни Катарина Паглиаро. Лифтер, который следует, является Яна Пьяченко в Украине. Готовись. 81 килограмм. 81 килограмм. Она это делает, не без труда, но фиксирует. И она становится лидером. 2 к 1 вес защиты. Давайте дождёмся повтора, посмотрим. Да, ну, могли придраться к правому локтю. Немножко рука согнулась, затем разогнулась. Правила мете... Это запрещено, но вот у Дженни Катарина Паглиаро это было не очень явно. Явно Яна Пьяченко также фиксирует 81 килограмм. Посмотрим за медленный повтор. Яна Пьяченко повторяет свой лучший результат. И ещё одна попытка остаётся в запасе, чтобы улучшить его. Моржена Карпинска. Моржена Карпинска. Те же 81 килограмм. Здесь уже всё будет решать собственный вес спортсменок. Тот, кто легче, тот и поднимается на строчку выше. Но вот Моржена Карпинска легче Яны Дьяченко на 60 граммов. Ну что ж, неплохо, неплохо. Моржена Карпинска. Первый подход потяжелее. У неё было. А сейчас... Получше. И ждём Нуркан Таиланд. Сколько заявит она. Ну, те же 81 килограмм. Нуркан Таиланд на 60 граммов легче, чем Моржена Карпинска. То есть, видимо, вот эти 60 граммов, они могут решить судьбу медали. Небольшой вес для Нуркан Таиланд, но не выступала она уже давно. Да, и это сказывается. Подъём неудачный. Ещё одна попытка у Нуркан Таиланд есть в запасе. И именно её мы будем сейчас ждать, если других участниц не будет к этому весу, а их, скорее всего, не будет. Потому что Дженни Катарина Паглиар заказала 83 килограмма, как и все остальные спортсменки. Моржена Карпинска, Яна Тиченко, все 83. Пока у нас пауза, расскажу о рекордах России в этой весовой категории. Все три рекорда принадлежат нашей Светлане Ульяновой. 83 килограмма в рывке, 105 в толчке и 188 килограммов в сумме двоегорья. К сожалению, нет в этой весовой категории у нас спортсменок уровня Светланы Ульяновой, которая была чемпионкой Европы и всегда очень достойно представляла Россию в этой самой легкой весовой категории у женщин. На последнем Кубке России, который проходил во Владимире в прошлом месяце, первое место в весовой категории до 48 килограммов заняла Панова Надежда из Читы. 67 килограммов в рывке и 87 килограммов в толчке. Безусловно, Панова Надежда не потерялась бы на сегодняшних соревнованиях, но за медали бороться она бы не смогла. Очень важный подход для Нуркан Таиланд. Все, конечно, понимают, что она очень сильная во втором движении, в толчке, но и в рывке нельзя давать соперницам далеко уйти. Нет, не получилось у Нуркан Таиланд. 82 килограммов, сан-забар, please. 82, пожалуйста. И она остается без медалей в... Так, без медалей. Да, да. Остается Нуркан Таиланд без медалей в рывке. Дженни Екатерина Паглиярова, чемпионка Европы 2013 года. Катерина Паглиярова, Италия. 82 килограмма. Изначально хотела 83. Но, видимо, сделали выводы. Смотрите-ка, справляется с весом 83 килограмма Дженни Екатерина Паглиярова. На 82 килограмма повторяет результат чемпионата Европы прошлогоднего и выходит на первое место. Ждем заявку от Яна Дьяченко. Пока Яна Дьяченко у нас на третьей строчке, если она заявит 82 килограмма и поднимет их, то обойдет Дженни Екатерина Паглиярова по собственному весу. Но нет, Яна Дьяченко заказывает 83 килограмма. Ну, это понятно. То есть она уже в призах. И в случае успеха могла бы претендовать на золото. Ну, а так, лишь 81 килограмм ее итоговый результат в рывке. И уже гарантированная бронзовая медаль в первом упражнении. И у нас выход на помост Маржены Карпинской. 83 килограмма. Те же 83. Пока Маржена Карпинска на второй строчке. В случае успеха. Она выиграет золото в рывке. Подвинет Дженни Екатерину Паглияру на второе место. Нет, ну что ж, так опасно падала вместе со штангой Маржена Карпинска. Я думаю, очень расстроена, потому что близко, близко была она к тому, чтобы зафиксировать вес. Ну, а в Дженни Екатерине Паглияру чемпионка в первом движении. Смотрим за медленный повтор. Обычно штанга прокручивается за голову. Ну, а здесь прям спортсменка вместе с ней завалилась просто назад. Ну, что ж, интересно у нас прошел рывок. Результаты, ну, нельзя сказать, что неожиданные. По крайней мере, все четыре участницы, которые изначально должны были бороться за медали, они за них бороться и продолжают. Разница между первой и четвертой строчкой всего лишь 3 килограмма. Ну, что ж, друзья, нам показывают повторы удачных попыток призеров и чемпионки в рывке на чемпионате Европы по тяжелой атлетике 2014 года. Дженни Екатерина Паглияру 82 килограмма. Со всех ракурсов можем мы увидеть, как это было. Пока идет Дженни Екатерина Паглияру по плану прошлого чемпионата Европы, где она часов назад, группа «Б» соревновалась, и там первое место в сумме завал спортсменка из Армении Елен Григорян. 64 килограмма в рывке и 85 в толчке, сумма 149. У Хацерда Мирель 148, но, правда, есть еще две попытки в запасе. Давайте посмотрим заявки для первых попыток в толчке. Лидер после рывка Дженни Екатерина Паглияру заявляет 97 килограммов. Самая большая, нет, не самая большая, самая большая заявка у Нуркан Таиланд, лепийской чемпионки и мировой рекордсменки именно во втором движении. 98, 97 Дженни Екатерина Паглияру. Спортсменка, которая была по итогам рывка третий, Яна Дьяченко, заявляет 92. Ну, немного неожиданно, сразу с рекорда личного. И Маржена Карпинска, которая была второй, а также заявляет 92. Остальные спортсменки пониже, разве что... Мишель Анаис, 89, заявила, но ее рывок, 72 килограмма, лишь шестое место, не позволит ей бороться в сумме, но медаль во втором упражнении в толчке вполне может она и зацепить. Ну, для этого надо справляться со всеми подходами. У нас на экранах была спортсменка из Белоруссии, Юлия Осенок. 70 килограммов в рывке, восьмой результат. И 83 килограмма, первая попытка в толчке, 19-летняя спортсменка. Первый старт вообще, то есть нет даже информации, она не выступала на юниорских, юношеских соревнованиях. И сразу же, сразу же, вот так вот она влилась в группу сильнейших спортсменок Европы. Ребекка Коха, 15-летняя спортсменка из Латвии, чемпионка Европы среди девушек до 17 лет, бронзовый призер Европы среди юниорок. И вот интересный факт ее биографии. В 2012 году выступала в России на турнире «Янтарная штанга», который традиционно проводится у нас в Калининграде. И собирает спортсменов не только из России, но и близлежащих государств. Справляется Ребекка Коха. Лучший результат у Ребекки в толчке 82. Сейчас она стартовала с веса 80. 83. Прошу прощения, добавила. Изначальная заявка была 82, сейчас 83 на штанге. По чуть-чуть, по чуть-чуть. И Ребекка Коха приблизится к призовым местам. Но здесь самая главная задача тренера – правильно довести спортсменку, не форсировать слишком сильно результат, чтобы все обошлось без травм. И дойти уже в таком зрелом возрасте до побед. Ну, сначала на чемпионатах Европы, а там, глядишь, и на мировых первенствах. Хацер Дамирель. 84 килограмма. Фиксирует, фиксирует Хацер Дамирель. И на 2 килограмма улучшает свое лучшее достижение. 84. Прошу прощения, Ребекка Коха, Латвия, секретарь. Хацер Дамирель. Горзлаф, 85, 81. Пожалуйста. Хацер Дамирель. Тюрки, секретарь. Идет череда перезаявок, поэтому возникают паузы определенные. Но пока, пока мы видим, что все четко. Никаких сбоев, никаких ошибок в установке веса на помост. Невидимые, как в спешном порядке убегают ассистенты, когда спортсмены еще только начинают выходить, что бывало на европейских, да и мировых первенствах. Ну что ж, пока организаторы показывают себя с лучшей стороны. Надеюсь, так оно и будет до конца соревнований. Но у нас показывают Ребекка Коха, Латвия. Восемьдесят шесть килограммов. В прошлом подходе Ребекка Коха тяжеловато встала со штангой. Интересно будет посмотреть, как сейчас. Еще тяжелее встает. Вы смотрите, вы смотрите, что творит. Да, очень тяжело, очень тяжело Ребекка Коха встала и справилась, справилась с весом восемьдесят шесть килограммов. Ну, знаете, на мой взгляд, это предел. Это предел, то есть, ну, можно, конечно, попробовать на килограммчик больше. Ну, вот видно, что на данный момент это предельный для нее вес. Да, крайне редко удается выполнить второе движение, толчок, после такого тяжелого вставания. Ну, вот Ребекка Коха показала характер. Хацер Дамирель из Турции. Третий подход. Ну, вот эта спортсменка не испытывает сложности в вставании со штангой из низкого седа. По крайней мере, она не испытывала эти сложности в предыдущих подходах. Да, в последнюю секунду потеряла равновесие Хацер Дамирель. Да, вроде все было сделано, давайте посмотрим. Все, собрала ноги, и в этот момент штанга потянула ее назад, ну, проявила характер. Вот при уходе с помоста показала на локте тренеру, конечно, большая нагрузка, когда штангу тянет, и спортсменка пытается бороться, бороться с ней. Видели мы неоднократно травмы, достаточно серьезные. Ну, сейчас все обошлось. Юлия Осенок. Давно мы не видели ее на помосте. 82 килограмма она начала и так затаилась, пропустила вперед несколько спортсменок, которые, между прочим, уже, ну, наверное, некоторые из них и закончили. Ну, а Юлия Осенок выходит к весу 88. Не могу сказать, какой лучший результат был у Юлия Осенок. Информации нет. Пошла, пошла! Двина ногами вверх вытолкните. Держись! Нет, так легко взяла на грудь, и с груди промах. Ну, есть еще одна попытка у Юлии Осенок. Возможно, очень долго она ждала своего выхода на помост. Все-таки в легких весовых категориях меньше времени требуется на восстановление. И две минуты есть у спортсменки, чтобы подготовиться. Нам показали, так, на долю секунды промежуточные итоги. Ну, пока особо на эти итоги, наверное, смотреть нечего, ведь основные лидеры еще не выходили. Мишеля Наиз. Удастся побороться за медаль в толчке Мишели. Ну, в скором времени увидим. Она стартует с веса 89 килограммов. Ну, буквально вот следующий вес, который будет установлен на штанге. Пока у нас пауза. Хотелось бы пару слов сказать о составе женской сборной команды. Я уже перечислял спортсмена, которые будут выступать. Ну, и вот помимо опытных Татьяны Кашириной и Тимы Туриевой, наши тренеры привезли такой обновленный состав. Нет ни Надежды Евстюхиной, ни Оксаны Сливенко, наших суперопытных спортсменок, чемпионок мира многократных. Ну, у всех разные причины. Понятно, что все-таки чемпионат Европы это не такой, не уровень ни Надежды Евстюхиной, ни Оксаны Сливенко. То есть, понятно, что они, выступая, наверное, без проблем бы взяли золото и дали возможность выступить молодым. Молодым девчонкам, которые, ну, в скором времени, наверное, придут в сборную и уже на них будем мы рассчитывать. Да, Юлия Осенок. Не получилось. В этот раз не смогла взять шатангу даже на грудь. Держит тазобедренный сустав. Ну, еще в прошлом подходе, когда она уходила с помоста, было видно, что что-то беспокоит ее. Ну, вроде идет сама. Надеемся, ничего страшного. Ждем Мишеля Наис на вес 89. Промежуточные итоги. Пока Ребекка Коха на первом месте. В случае успеха Мишеля Наис на вес 90 килограмм, она уже поднимется на первую строчку. Да, 90. Решила начинать Мишеля Наис. Еще не выходила на помост из тех, кто вряд ли будет бороться за медали Эстефания Хуан из Испании. Она также заявляла для первого подхода 90. Фиксирует Мишеля Наис 90 килограммов. В Албании в 2013 году Мишель Наис покорялась штанга весом 92 килограмма. И тогда это пронесло ей бронзу в толчке. Стефания Хуан 90 килограммов. Чемпионка Европы 2007 года, далекого 2007 года. 104 килограмма, кстати, показала тогда в толчке Стефания Хуан. Ну а из таких последних результатов, это лишь 85 килограммов в толчке на чемпионате мира в Польше. Ну не так много. Достаточно легко взяла на грудь, но с груди тоже не тяжело. Но видно, что у этой спортсменке не очень хорошо включаются суставы. То есть не удается ей сразу на прямые руки штангу поднять. И, конечно, тренер, судьи могут не засчитывать какие-то такие моменты. У нас такое мини-противостояние Стефания Хуан против Мишель Наис. Обе они взяли 90 килограммов. Сейчас ждем мы заявок, кто сколько пойдет. Яна Дьяченко 92 планировала начинать и Маржена Карпинска 92. Так, сейчас узнаем, были ли какие-то перезаявки. Так, Маржена Карпинска, Яна Дьяченко. Да, 92 идет Яна Дьяченко, за ней Маржена Карпинска, Нуркан Таиланд 98 ее заявка. И Дженни Катерина Паглиару 97. Это те спортсменки, которые не выходили. Но у нас еще по подходу... Так, посмотрим на Яну. Держать, держать, держать. Не очень легко, но тем не менее справляется Яна Дьяченко. Да, ну для первого подхода, конечно, могло быть и полегче. Посмотрим, возможно, волнение. Ребекка Коха имеет одну попытку в запасе. 86 она подняла и... Ну, что-то мне не верится, что она будет выходить еще на помост. Потому что уже вес 92. Уже много для нее. Да, скорее всего, она отказалась. Эстефания Хуан, два подхода. И Мишеля Наис, два подхода в запасе. Вот нам показывают как раз-таки табло, которое видят спортсмены в разминочном зале. Здесь очень важно проследить, на какой вес идет соперница. Все просчитать, потому что здесь медаль не только в отдельном упражнении, но еще и в сумме двоеборья. Самая главная медаль. Справляется Эстефания Хуана. 90... Сколько? 4... 93, please... 93, 3... 93... Мазуна Карминска, Пола... 92... 92 килограмма на штанге было. Да. Ну, решила так аккуратненько Эстефания Хуана идти. После удачной первой попытки всего лишь 2 килограмма добавила. Ну что ж, я думаю, правильно. Спортсменка опытная. Она понимает, на что она готова в данный момент. И рисковать, ну, наверное, смысла нет. А у нас Маржана Карминска, 93 килограмма. И в случае успеха, она у нас выйдет на первое место в сумме. И, в общем-то, на первое место в толчке. Справляется Маржана Карминска. Тяжеловато встала. И немножко даже так ее поводила штанга по помосту. Но сумела Маржана Карминска справиться. И у нее пока сумма, на которую будут ориентироваться ее соперницы. Мишеля Наис, 93. Нет, не смогла встать со штангой. Есть еще одна попытка у Мишеля Наис. Но пока в сумме она четвертая. И еще несколько участниц не выходили на помост. У нас промежуточная таблица. Маржана Карминска на первой строчке килограмма в сумме. Ей уступает Яна Дьяченко. Эстефания Хуан далеко. Далеко 9 килограммов. И две спортсменки еще не начинали. Нуркант Таиланд, 98. По-прежнему самая большая заявка для толчка. Дженни Катерина Паглиаро, 97. У нас Мишель Наис. Две минуты так вот уже незаметненько подошли к концу. И Мишеля Наис выходит на помост выполнять свой заключительный подход во втором движении. Смогу встать. Смотрите-ка, фиксирует Мишеля Наис 93 килограмма. Ну что ж, неплохо личный рекорд до этого 92. Равнялся этот рекорд у Мишеля Наис. А сейчас 93 килограммом. Ну что ж, неплохое, неплохое выступление у Мишеля Наис. И она пока на первой строчке во втором движении в толчке. Потому что Стефани Хуан тяжелее. Стефани Хуан весит 48 килограммов ровно. А Мишель Наис весит 47 килограммов 860 граммов. То есть всего лишь 140 граммов решили пока решает судьбу медали. Яна Дьяченко. Ну, первый подход тяжеловат. Первый подход 92, сейчас 94. Фиксирует, фиксирует Яна Дьяченко. Знаете, чуть-чуть полегче. Чуть-чуть полегче. Да, ну, веса для Яны Дьяченко видно, что предельные. Так ее немножко трясет на помосте. Ну, пока-то не мешает ей справляться. Стефани Хуан 94 килограмма. Еще 2 кило добавляет она к предыдущему своему результату. Набирает, набирает обороты Стефани Хуан уже значительно лучше, чем на чемпионате мира 2013 года. Нет, не получилось. Ну, не очень расстроенная Стефани Хуан улыбается. Пока четвертое место. И в случае успеха Нуркан Таиланд и Дженни Паглиаро она переместится на шестую строчку. А у нас меняют на штанги вес и вызывают Нуркан Таиланд на помост. 96, заявила Нуркан Таиланд. Что это? Почувствовала, что не готова сегодня? Или это такой тактический ход? Потому что есть соперница, ну, наверное, только Дженни Екатерина Паглиаро и Маржена Карпинска. Яна Дьяченко по чуть-чуть прибавляет. Вряд ли сможет она на что-то рассчитывать. Да, тяжело фиксирует Нуркан Таиланд 96 килограммов. Но вообще-то она так поднимает всегда. И мировые рекорды в таком же стиле. Очень-очень тяжело. Тяжело встает. Тяжело поднимает штангу над головой и тяжело фиксирует. Ну, вот такой стиль, такой стиль подъема у этой спортсменки. Еще два подхода в запасе. Дженни Екатерина Паглиаро. Ну что ж, тоже тактическая правильно поступила. Пошла на тот же вес, что и Нуркан Таиланд. И в случае успеха она наберет сумму на... Сколько? На 3 килограмма больше. Именно столько преимущества Дженни Екатерины Паглиаро. Да, легко-легко-легко справилась Дженни Екатерина Паглиаро. И это... Если учесть, что ее лучший результат 99 килограммов. Всего лишь на 3 килограмма меньше. Да, ну, в начале трансляции я вам говорил, что эта спортсменка стабильно выступает на одном уровне. Сумму 180 она набрала аж в далеком 2006 году. То есть уже там 8 лет. И стабильно на одном уровне. То есть без сильных провалов, но и без прогресса. Маржена Карпинска 96 килограммов. Те же, те же 96. В случае успеха набирает... Так, что она у нас набирает? На килограмм меньше, чем у Дженни Екатерины Паглиаро. Ну, она будет второй. Гарантированно, если справится. Справляется. Маржена Карпинска. И еще одна попытка остается в запасе. Ну, что ж, интересно проходят соревнования в этой весовой категории. Вот пока не ясно, кто. Пока не ясно, кто. Это всегда интересно, когда борьба идет до последнего подхода. Осталось так. Что у нас Яна... Яна Дьяченко 96 заявляет. Если Яна Дьяченко справится с весом 96 килограммов, то она не обойдет спортсменку из Польши, потому что она тяжелее, ей нужно поднимать на килограмм больше. Но она обойдет спортсменку из Турции и переместится на третье место. Соответственно, Турчанка, Нуркан Таиланд на четвертое. Но у Яны Дьяченко это последний подход и больше попыток не будет. А у Нуркан Таиланд есть еще две попытки в запасе. Показывают нам Нуркан Таиланд. Выжидает, выжидает. Яна Дьяченко 97 килограммов. Ну что ж, вот между первой и второй попыткой 2 килограмма была прибавка, а сейчас сразу 3. Потому что именно 97 килограммов выведут Яна Дьяченко сейчас на первую строчку. Но надо их поднять. Нет, нет. Не получилось в этот раз у Яны Дьяченко. И пока у нее сумма 175 и четвертое место. А у нас три спортсменки остаются, которые разыграют между собой медали. Ну и самый главный вопрос, кто же станет чемпионкой Европы 2014 года. Здесь еще очень важный момент. Это как проявит себя тренерский штаб. То есть здесь нужно загонять спортсменов из, скажем так, спортсменов-конкурентов на более высокие веса. И, соответственно, себе тоже лишнего не заявлять. То есть идти на тот вес, который необходим для победы. Но Кан Тайлан. Сколько? 98. 98 килограммов. Нет, нет, не покорились. 98 килограммов Нуркан Тайлан. Пока она третья и... Ну, ниже третьего места уже точно не опустится. А вот подняться повыше, наверное, ей стоит попробовать. Все-таки затаиться, подождать. Пока Нуркан Тайлан. Третья строчка. Маржена Карпинска. 177. Дженни Паглиаро. 178. Дженни Паглиаро подходит на 98. И в случае успеха Нуркан Тайлан нужно будет поднимать на 3 килограмма больше. То есть идти на... 101. Ага. Очень тяжело, но фиксирует. Дождемся судей. Да, вес засчитан. 98 килограммов Дженни Паглиаро. Ну, знаете, значительно тяжелее справилась она с весом, чем в первом подходе. То есть, возможно, это ее предельный результат. Хотя, хотя все возможно в борьбе. Какие-то рекорды установить. Так, что будет делать Нуркан Тайлан? Пойдет исправляться или все-таки оставит попытку на... Да, не стала выходить, будет выжидать. Маржена Карпинска. 98. В случае успеха... В случае успеха Маржены Карпинской... Так, ну, непонятный ход. То есть она займет лишь второе место за Дженни Катерины Паглиаро. Ах, ну, все понятно. Такая была попытка отчаяния. Не готова Маржена Карпинска на сегодняшний момент на этот вес. Ну, что ж. Пока она вторая. Две попытки, две попытки остаются. Дженни Катерины Паглиаро заявляет о 100 килограммов. Нуркан Тайлан 98. Ну, что ж. Нуркан Тайлан не стала бороться с Дженни Катерины Паглиаро. Отдала ей первое место в сумме двух упражнений. И сейчас будет попытка подойти, поднять 98. В случае успеха Нуркан Тайлан выйдет на вторую строчку по сумме. И на первое место во втором упражнении в толчке. Нет, нет. Ну, что ж. Силы не те. Часто мы видели, как спортсменки после дисквалификации выходят. И, ну, такое ощущение, что сил нет. Но это понятно. Скорее всего, какое-то время не тренировалось. И уже тяжело, тяжело вернуть былую форму рекордную. Ну, а Дженни Паглиаро становится двукратной чемпионкой Европы. Да, и вот очень нравится мне, как тактически сработал тренерский штаб сборной Италии. Четко все отработано. Ни одного лишнего подхода, что в рывке и в толчке. Все тактически верно. Загнали спортсменок соперниц на неподъемные для себя веса. А Дженни Паглиаро все сделала четко. Ну, и сейчас выход чемпионки Европы 2014 года. Вот, несмотря на то, что все сделано, видно, что так серьезно ее настроили. 101 килограмм, личный рекорд. Еще такой вес Дженни Катерине Паглиаро не покорялся. Ну, что ж, самое время... Нет, нет, не получилось. Ну, хорошее настроение, потому что она становится чемпионкой Европы. Радуется тренер. Да. Ну что ж, двукратная чемпионка Европы Дженни Катерина Паглиаро. Дорчан Тайланд, Тюрки, 175. 5 минуты победы. Итоговая таблица на ваших экранах. 98 килограмм... Это толчок, второе движение. 98, Дженни Паглиаро. 96, Нуркан Тайланд, серебро. Маржена Карпинска, также 96. Но это уже бронзовая медаль. Она тяжелее по весу. И дальше по списку. 12 спортсменок. В 12 месте... Дарья Пономарева из Украины. 80 килограммов. Нам показывают повтор победного толчка Дженни Паглиаро. Да, ну что ж, очень интересная борьба была у нас сегодня. До последнего момента было неясно, кто станет чемпионом. Надеюсь, девочки создали такой общий посыл на остальные категории. Бороться до конца. Ну и, конечно, рывок. 82 килограмма. Ну, кстати, как я вам уже несколько раз говорил во время трансляции, 180 килограммов сумма Анжени Екатерины Паглиаро. Ну, с 2006 года она приблизительно на этом уровне держится. Ну, вот последние два чемпионата Европы это приносит ей золото. Решили нам все попытки Дженни Паглиаро показать, и причем по несколько раз. Хотя можно было, наверное, и отдать дань уважения людям, которые заняли второе место и третье. Яна Дьяченко осталась четвертой, но, тем не менее, домой уезжает с бронзовой медалью в рывке. Хотя близка она была к тому, чтобы попасть в призовую тройку. Всего лишь два килограмма. Отделили ее от второго места. Ну что ж, друзья. Очень, очень интересно. Пришла пора прощаться. С вами был комментатор Алексей Безбородов. До новых встреч, друзья. Ну, нам решили показать еще церемонию награждения. Видели вы на ваших экранах президент Международной Федерации Тяжелой Атлетики Тамаш Аян поздравил.